Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, глава 15, стихи с 17 по 29. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силую знамений и чудес, силую Духа Божия, так что благоествование Христово распространено мною от Иосолима и окрасности до Иллирика. Притом я старался благоествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия, увидят и не слышавшие узнают. Сие это много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, я с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. «Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. Уй, уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Сегодня перед нами 15 глава, стихи с 17 по 29. Здесь апостол Павел уже приближается к завершению данного послания и говорит здесь о своих планах, о своих намерениях. И отсюда, кстати говоря, церковное предание черпает свое знание о путешествии святого апостола Павла в Испанию. Мы знаем, что в Священном Писании об этом ничего не сказано. Мы знаем, что книга «Деяний», повествующая больше своей частью о путешествиях апостола Павла, миссионерских, заканчивается его пребыванием под арестом в Риме, где сказано, что два года он там пребывал, церковь множилась в это время и распространялась, и ничего не говорится о его дальнейшей судьбе. Остальное мы знаем уже из церковного предания. Поэтому посетил он Испанию или не посетил, это уже остается на откуп церковного предания в Священном Писании. Об этом мы знаем только из намерений самого апостола Павла, которые и озвучиваются в сегодняшнем отрывке. Итак, апостол пишет, «Я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Действительно, апостол Павел часто прибегает к такому методу. Он хвалится, но хвалится он не своими заслугами. Он всегда хвалится тем, что относится к Богу, то, что Бог делает через него. И он абсолютно здесь отдает все лавры, как говорится, действуя Бога, а не своим заслугам. И даже когда ему приходится говорить о каком-то своем личном опыте, он говорит о себе в третьем лицее единственного числа. «Знаю я человека, некого, который был восхищен до третьего неба» в послании к Орифинам. Все мы прекрасно знаем этот отрывок, но будем с вами еще его читать. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, вере, словом и делом». Действительно, глубокое смирение выказывает здесь апостол Павел, потому что часто какой-то маломальский успех так или иначе мы приписываем себе. Мы, конечно же, формально благодарим Бога, но все-таки мы говорим о том, что вот как-то хвалим себя. Лис апостол Павел полностью отказывается от себя. Действительно, он говорит, что я раб Иисуса Христа, и вот данные тексты, они как раз-таки подтверждают этот тезис апостола Павла. Он все отдает Богу. И даже славу, которую человек может себе забрать, он отдает Богу. Но все это согласуется с Нагорной проповедью Господа Иисуса Христа. Христос действует через апостола словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия. Так что благоествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрасности до Иллирика. «Благоествование Божие распространено мною, но заслуга всего этого именно в Боге». «Притом, как пишет апостол, я старался благоествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имеющие о нем известия, увидят, не услышавшие узнают». Очень важный принцип здесь показан апостола Павла, что он не любит дважды приступать к одному и тому же делу, он не любит топтаться на месте. Это внутренняя энергия апостола Павла, она, конечно, заряжает. Почему? Потому что он не идет туда, где уже было проповедовано. А зачем? Зачем приходить, где уже услышали о Христе? Он идет туда, где не слышали. А вот его противники, они любят приходить именно туда, где апостол Павел уже был. И там пытается строить на чужом основании. Апостол не таков по складу, он не поступает так. И даже послание к римлянам, вот это, оно написано в определенном стиле, потому что апостол Павел пишет той общине, которую он не создавал. Но не он организовал общину в Риме. Поэтому он очень осторожно пишет, не с таким назиданием, как, допустим, в послании к Коринфянам. Очень осторожно он пишет, как некий такой богостовский трактат больше. Хотя это и послание в классическом виде. «Притом я старался богоствовать не там, где уже было известно имя Христова», говорит апостол. «Сие это много раз и препятствовало мне прийти к вам». Вот как раз-таки то, о чем мы с вами сказали. Апостол не организовал общину в Риме, и это как бы было препятствием, потому что было много других дел, было много мессенецких путешествий, там было трудности. И в то же время он не хотел строить на чужом основании. «Сейчас же, — пишет апостол, — не имея такого места в всех странах, я с давних лет имею желание прийти к вам. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам». То есть он захотел по дороге в Испанию зайти в Рим. «И надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро я наслажусь общением с вами, хотя отчасти». То есть он хочет именно братского общения во Христе. А теперь я иду в Иерусалим, и далее он рассказывает историю о том, что он идет в Иерусалим. То есть уже такая повествовательная более часть идет в Иерусалим, дабы принести туда те денежные средства, которые собрали для страждущих христиан Иерусалима в провинциях Македонии и Ахае. Они усердствуют подаянием, то есть они финансово помогают Иерусалиму. «Усердствуют, — пишет апостол, — да и должники они перед ними». «Почему должники?» «Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить в телесном». Все очень просто. Апостол Павел несет этот плод усердия и отправится через Рим в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благоествования Христова. Вот так завершается сегодняшний отрывок. И сегодня Церковь учит нас служить ближнему в духовном. Если кто-то послужил вам в духовном, послужите ему в материальном. И наоборот, если кто-то помог вам материально, молитесь за этого человека. И, конечно же, все должно быть с благоествованием и с благословением Христовым. Поэтому всегда молитесь. Перед началом какого-то большого благого дела обязательно заказывайте молебен перед началом доброго дела. И всегда приносите все Господу прежде всего. Благодарение, покаяние, любовь. И исходя из этого распространяйте эту любовь, это благодарение, это покаяние вокруг себя. Поэтому молитесь и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание. Бог с его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся великолепие Твое, превыше небес. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...